добрый вечер любое другое время суток по вашему выбору сегодня в нашем кинозале фильм месть марсельца ой то есть не месть марсельца клан марсельцев или не клан марсельцев или это фильм некто ля рокка или это фильм отлученный в общем фильма по-французски называется скмон вот это на арго приносящий неприятности или невезучий что-то такое да вот как вы наверное уже поняли по вступлению это вторая экранизация одного и того же романа josé giovanni вот под названием отлученный дать первое соответственно месть марсельца мы ее только что видели вот а вторая вот это вот тут что интересно во первых снимал сам же за giovanni вот как режиссер вот композитор франсуа дарубе вот музыку мы сейчас слушаем вот в главной роли в той же самой вот соответственно антуана дэля рока вот но здесь его зовут по-другому да ну а реального персонажа с которого это все писала звали антуан дэля рока опять бельмондо вот та же самая роль спустя 11 лет присутствует мишель константен вот здесь он играет вторую главную роль вот присутствует клаудио кардинале вот ну и соответственно я так прикинул но вроде ремейк сейчас мы конечно привыкли что сейчас когда снимают ремейки на старые фильмы получается говно а вот а тут как бы ремейк фильмы 61 года в семьдесят втором году должно было получиться хорошо тем более же за giovanni он как бы писал роман по реальным событиям да то есть сам делал сценарий к первому фильму и ко второму вот если в данном случае сам выступил режиссером ну по идее что могло пойти не так я вот честно скажу я не знаю что пошло не так что конкретно пошло не так зачем жива не испортил собственный сценарий то есть дело в том что вот первый фильм до который снимал жан бекер вот он ну как-то был намного лучше вот что я вам скажу жива не зачем-то поменял очень много всего в сценарии все что он поменял пошло фильму в минус вот то есть практически фильм только испортила вот он стал был добавлен куча каких-то лишних персонажей лишних диалогов да какие-то очень странные изменения произошли как бы в самом сценарии там ну дело в том что понятное дело жуани ему лучше знать как это там было все на самом деле да вот каким был антуан ля рока да то есть какая у него была история но вот говорю в первом фильме первый фильм он лучше просто как кино вот его гораздо приятнее смотреть он гораздо более реалистичен да то есть ну что называется похож на правду вот героем первого фильма гораздо больше хочется сочувствовать они больше похожи на живых людей а вот тут вот скумоне да то есть почему-то это все из такой вот реальный бандитской истории превратилась в то что называется гангстерское кино то есть история стала гораздо более киношной да то есть более больше натяжек совы на глобус каких-то непонятных ну с точки зрения реализма ситуации да и герои изменились то есть если в первом фильме бельмондо был живым человеком да то есть было видно что он играет как бы живого настоящего как бы человеку то здесь он уже киногерой то есть он такой красавчик весь влащеный так далее и тому подобное то же самое случилось с героиней то есть клауди кардинале замечательная женщина вот если уж ее взяли фильм ее надо показывать да то есть героиня была переписана полностью то есть из такой из сестры одного из главных героев которые которые в принципе там в этих бандитских разборках не участвовала так была сбоку и олицетворяла собой именно вот как обычно то есть мирную жизнь нормальных людей вот то есть ее превратили бордель мама такую пошлую да то есть ну и соответственно клауди кардинале конечно красиво очень женщина но она как-то и сочувствовать не очень хочется потому что она в их них этих бандовских делах оказалось завязываю ну завязывал по уши да вот самое поганое здесь случилось с героем которого в первом фильме играл пьер ванек а во втором играл мишель константен вот мишель константен он вместе марсельцы был у него была там роль на 10 минут она была роскошная у него вам такая вот это вот харизма вот этого животного зверюги до который он любит поиграть на вот в некоторых своих ролях да то есть вот там он был на месте прямо вот точное попадание в образ а здесь у него получился какой-то очень невнятный персонаж вот может их харизма это она она исчезла да то есть он не похож на того на звери углу абсолютно то есть из него не бьет какая-то вот энергии еще и так далее тому подобное вот он какой-то тут постоянно страдающий ага страдающий мишель константен от какой-то жалкое зрелище честно говоря вот то есть вот этот герой был убит напрочь ну и в прямом и в переносном смысле смысле вот то есть и получилось какая-то какой-то очень невнятное кино скажем по легкости да вот если вы снимаете действительно гангстерский такой вот боевик но снимайте вы его легко и непринужденно как барсалина да а вот например и там вот бельмондо мог зажечь да и константен бы мог зажечь а тут какая-то драма но она нереалистичная затянутая обвешанная каким-то совершенно ненужными там лишними разговорами даже эпизод разминирования на побережье умудрились испортить первый первом фильме он был гораздо лучше вот может быть жива не еще просто не набил себе руку на режиссерском поприще вот хотя вот 2 и ой следующий его фильм это двое в городе с дэлоном и габбеном отличное кино вот я не знаю что с ним здесь случилось может он запутался в своих реальных каких-то воспоминаниях то есть сценарии то есть своих предпочтениях да то есть я люблю константена да как актера я его пихну на роль хотя она ему абсолютно не подходит вот ну в общем к сожалению большому ремейк получился хуже вот чем оригинальный фильм где жан бекер такими скупыми точными мазками вот очень красиво из эту историю рассказал но я не скажу что фильм совсем плохой нет креп крепкий такой фильм с бельмондо собственно вот не хуже многих других но вот по сравнению соответственно с фильмом 61 года это конечно шаг вниз на вот так что вот так вот я не знаю смотрите его конечно если хотите вот но мне больше понравился вот первый вариант скажем так приятного просмотра если решитесь всем добра